Здравствуйте! Всем привет из сказочного волшебного города Гослар. Мамочка тоже всем передаёт привет. Я всё ещё под впечатлением от своей поездки в Баварию. Мне очень понравилось. Приветствую новых подписчиков на канале. Передаю привет своим постоянным подписчикам. Спасибо, спасибо. И меня Бавария встречала просто как, ну я не знаю, как принцессу прям на горошине. Мы с девчонками классно провели время. Мы поехали в Австрию. Это видео загрузится немножко позже. Я не буду говорить за других. Халлокутер Моган. Данк еще. Куда можно спрятаться с камерой в городе Гослар? Я просто это самое скажу вам так. Мы же тоже все люди, правильно? Канал серьёзный, контент серьёзный. Меня даже в плохом настроении увидеть практически нереально. Ну, мы так насмеялись там. Точнее, не мы, а я. Каждый раз, когда я не понимала баварский диалект, у меня просто выходил какой-то истерический смех. И плюс ещё, если ты находишься там, где тебя не знают, знаете, срабатывает вот этот вот эффект попутчика. Понимаете? Поэтому ты думаешь, ну ладно, подурачимся. Сегодня вечером выйдут эти видео, как мы хохотали. Точнее, не мы, а я буду говорить за себя. Как мы хохотали в ресторане, не понимая некоторых вещей. В общем, мы классно провели время. Нашли замечательное место. Там капелла, либо храм. На той же территории ресторанчик, в котором нас накормили, замечательно приняли. Участвовали даже, шеф-повар участвовал в этом видео. Поэтому вы, пожалуйста, строго не судите. Хорошо? Потому что люди посмотрят первый раз и скажут, господи, куда мы попали? Мы же тоже люди. Мы тоже можем расслабиться, мы можем похохотать, подурачиться. Это мы вот здесь, когда приезжаем в город Гослар, там, где все тебя знают. Вот видите, вот такой сказочный Гарри Поттера город. Вот здесь мы начинаем вести себя так серьёзно, серьёзно. Знаете, там, guten Tag и так далее. А так, в принципе, мы весёлые. Я сейчас жду Лену, потому что у Лены ключи от магазина. Пока я веселилась и развлекалась в Баварии и наполнялась, кстати, Леночка помогала здесь. Поэтому мы сейчас ждём Лену. Лена никогда не опаздывает. Но так как Лена привыкла к тому, что она меня ждёт минут 10-15, а я приехала сегодня вовремя, следовательно, Лена тоже думала, что вот я приеду немножко позже. Поэтому теперь я стою здесь, мёрзну. Но Лена сказала, что она уже летит, летит на метле. Смотрите, я постараюсь завтра провести эфир, потому что в четверг уже будет переезд. Мы уже будем из постоянного вот этого магазина перевозить в новый объект. Всё. И ставит, да. Поэтому я держу кулаки, чтобы я завтра провела эфир, до конца собрала все посылочки, кто что заказывал. Ну и, в общем, может быть, в пятницу уже я буду на новом объекте проводить для вас экскурсию. Назовём это так. Если получится, я ещё покажу вам немножко город. Хотя, знаете что? Почему, если получится? Давайте сейчас. Потому что я знаю, что у нас добавились новые подписчики на канал. Давайте мы им сейчас покажем, что это за город Гослар, почему это город магии, почему здесь существует культ ведьм. Эта информация хранится в архивах города. Для туристов с радостью всё это показываем, рассказываем. Очень хороший выбор есть здесь, экскурсии. Я вам сейчас просто покажу эту архитектуру. Расслабляйтесь, наполняйтесь, чувствуйте себя просто как в отпуске. Моя любимая музыкальная школа с окошками, как в Пятёрка Пентаклей. Отельчики, ресторанчики. В окошках видно ведьмашек. Мне кто-то писал, что я там не вижу ведьмашек. Есть, есть. Надо просто присмотреться. Маркткирхе, центральная площадь. И когда проходит Вальпургевая ночь, либо какие-то праздники, вот здесь вот проходит парад, потому что за этой церковью находится рыночная площадь, сердце города. Вот, кстати, раз мы уже здесь ждём Лену, я вам покажу вот этот домик, потому что на этом домике изображены всякие химерки. Я не знаю, как это перевести. Там то, что уцелело, по-моему, несколько рисунков не хватает. Но там можно увидеть и дьяволёнка, и ведьмочку, и известную тётю Ханны, которая взбивает сыр. Есть сыр местного производства. Пентаграммы. В общем, кто приедет в Гослар, внимательно смотрите. К нам приехали туристы. Внимательно смотрите на всё, что изображено на фасадах. Так, вон там у нас какой-то чёртик рогатый. Боги. Мифология. Так, дальше, дальше, дальше. Где были мои пентаграммы любимые? Потому что этот фасад – это хороший пример. Я сейчас сама, когда найду, тогда увеличу камеру. Можно просто очень внимательно смотреть, да? Начиная слева направо. Вот, пожалуйста. Ну, это у нас тётя Ханна, которая взбивает сыр. У каждой фигурки есть название, есть своё значение. Вот там вот, мы видим, по центру не сохранилось что-то. Божья Матерь тоже есть с Иисусом. Императорский дворец здесь находится. Дом, в котором жил Гёте, немцы смеются и говорят, а где Гёте не жил в Германии? Вот там, кстати, он-то и писал, описывал точнее, дьяволические, ведьминские, всякие мистические истории. Вдохновился городом, гослар. Вот, пожалуйста. Скажут, почему город ведьм? Потому что в 15 веке здесь провели инквизицию, спалили ведьмашек. Видите, сегодня уже те, кто знают больше других, не подвержены такой опасности. То есть это вот совершенно нормальные, нормальные сувениры вот в таком виде у нас здесь, да? Либо те же колбаски. Обязательно будет ведьмочка. Чай. Лена, ты пока приедешь, я на 20 минут сделаю видео. Здесь, как правило, стоит на улице большая ведьма. Человеческий рост, но сегодня понедельник они закрыты. Ой, какая красоточка, какая красивая. Видминский мармеладик. Ой, да все, что хотите. Здесь ведьмашки, это оберег. Так что поэтому на этом YouTube-канале мы прямо либо косвенно какое-то отношение имеем и к мистике, и к маге, потому что, наверное, не зря вот я сюда попала, в этот город. И помимо этого, так же просто вместе с нами люди путешествуют, смотрят на жизнь в Германии без фильтров. Каждая пятница у нас прямой эфир, где можно задавать совершенно любые вопросы. Я читаю абсолютно все комментарии и отвечаю на каждый комментарий в прямом эфире. Мы проверяем интуицию, выигрываем подарки, изучаем параллельно всей толпой карты Таро. Кстати, их учить можно всю жизнь. Что вам еще рассказать? Такое знакомство с новыми подписчиками. Поэтому, когда загрузится видео с авторей, пожалуйста, строго не судите, не пугайтесь, потому что вы скажете, куда мы попали, как они там вообще себя ведут. Нам было очень смешно, точнее мне. Я смеялась от того, что не могла ничего понять, а девочки смеялись с меня. Вот как-то так. Понедельник у нас сегодня какой-то такой, ой, странный. Нехватка персонала, работать некому, поэтому стали по понедельникам гастрономы делать себе выходной. До короны это все было по-другому. До короны не было такого, чтобы по понедельникам были закрыты какие-то кафешки. Нет, конечно, если вы приедете в город Гослар, кафе ту гоу и стандартные бекераи, все это вы найдете. Это тоже очень красивый домик. И по этой улице прямо, если пройти там дом семьи Симмонс, обратите внимание на фасады. Вот смотрите, стоим с мамой, общаемся. Мама говорит, дочечка, нужно покрасить, нужно покрасить окошко снаружи. Если вам нужно покрасить окошко снаружи, даже в тот же белый цвет, перед тем, как это делать, нужно спросить разрешение у города, потому что весь город под защитой ЮНЕСКО, ДЕНК МАЛЬШУЦ, это все всемирное наследие, историческое, город-музей. Здесь постройки 15 века сохранились. Ну что значит сохранились? Если вы это реставрируете, вы должны, во-первых, спросить разрешение, затем приходит специальный работник города, сканирует, какой тон был у вот этого серого либо белого, и несколько месяцев нужно разрешение на то, чтобы вы просто таким же цветом это покрасили. Поэтому, когда мама сказала... Когда мне мама сказала, дочечка, купи краску для улицы, и краской для улицы давай подкрасим окошко, потому что там старая краска уже как бы отшелушилась, я говорю, мама, чтобы вот такое окошко покрасить опять в белый, для этого нужно разрешение. Может даже такое быть, что до 6 месяцев придется этого разрешения ждать. Ну ничего, у нас время есть, будем делать все так, как здесь заведено. Вот по этой та причине этот город является городом-сказкой, потому что здесь никто не самовольничает. И городу нужно 100% знать, что мы действительно это покрасим в белый. Да, конечно, нужно и входную дверь отреставрировать, и окна подкрасить, но это нельзя просто взять кисточку в руки и сделать. Фасады 100% это все Dentman Shoes, 100%. И в Госларе это очень-очень прописано большими буквами. Если на ваших окнах есть держатели для цветов, я вас поздравляю, если вы цветы любите и любите за ними ухаживать, но если их нет, вы не имеете права взять и на какое-то окно прилепить это и поставить. Сказать вот, например, я хочу вот здесь цветы. Нет, держателей нет, и цветов никаких не будет. Не было этого тысячу лет назад, не будет этого и сегодня. Вот как-то так. Поэтому я маме сказала, никакие окна не красим. Сначала ставим антракт, сначала спрашиваем разрешение, и только после этого занимаемся этим. Так приехала Лена. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, всем привет. Сейчас будем смотреть, чем вы здесь занимались, пока мы в Баварии отдыхали. Новое помещение будет переезд на этой неделе. Сюда поставим все самое необходимое. Девочки, умнички, молодцы, мне это уже нравится. И камин хорошо сделали, молодцы. Молодцы, мне все нравится. Домики в Госларе, они все сикось-накось, но в этом, я считаю, есть своя какая-то романтика. А где Лена? Надо утеплить и зашить за картоном. Ой, класс, девочки, какие вы молодцы. Мы закончили здесь обои супер. Леночка и Любову Сильва. Леночка, присоединяйся к нам. Здравствуй. Ты не обижаешься, что я видео с этой ужасной куклой не загрузила? Не надо, зачем? Ты понимаешь, у нас просто... Я даже боюсь поездку в Австрию с девчонками загружать, потому что все вели себя хорошо там, кроме меня. Люди скажут, куда мы попали? Нет, с куклой не надо было. Ну, Лена, я тебе скажу одно. В следующий раз в Баварию поедешь со мной? Если у меня будет время, я поеду со мной. Вот. Ну, а мы можем, кстати, маму с собой взять. Понимаете? Понимаете? Вот мне уже даже мое окружение не говорит. Не предупредила. Ну, я же еще не в том возрасте, что меня с собой надо брать. Ну, сама по саму, по себе возьму. Я еще в том возрасте, что меня надо с собой брать. Вот видите, они очень тяжелые на подъем. Я захотела, поехала. А потом говорят, ой, а почему ты не сказала, ты там куда-то уехала? Не сказала потому, что все... Ну, мне вот надо поехать, я села и поехала. Так, смотрим. У нас здесь серые обои, серый низ, серо-белая часть помещения. Это там, где будет французский товар. Я заметила в своем предыдущем магазине, не все люди понимают, не все это вообще... Во-первых, не все должны понимать, да? Кто-то там боится ведьм, кто-то считает это грехом, но это только потому, что у людей просто отсутствует знание. На самом-то деле, да? Потому что что-то предвещать и знать не может являться грехом, развиваться и учиться. Но, тем не менее, я решила разделить французский рай, потому что я уже около шести лет, это шесть лет уже точно, я представитель французской марки Матильда М в Нижней Саксонии, в Германии. Это ароматы для дома, родом из Франции. А концентраты заказываются в Грассе. Грасса — это мировая столица парфюмов. То есть это такие вот ароматы для дома. Если вы возьмете диффузор для дома, нанесете на свое тело, сходите на свидание, бинго, зачаруете навсегда, без приворотов. Вот. А вторая часть помещения, вот там-то и будет эзотерика. Во время прямого эфира, когда я была в Баварии и стримила для вас, мои постоянные подписчики, у меня был шок, когда Леночка мне написала, что они, прикола ради, поставили одну куклу в окно в шауфенстер и эту куклу забыли. У меня был шок. Они хотели пошутить и поставили эту куклу в окно. Сделали фотки, отправили мне эти фотки. Я их не успела открыть, мне некогда было. Но они, когда ушли домой, они забыли это из окна убрать. Сейчас я вам покажу, о чем речь идет. А затем я расскажу, что это вообще у меня в магазине делать. Есть вот такая вот кукла. Дальше показывать не будем. Как выглядит она снизу, так она выглядит и сверху. Что эта кукла делает в этом магазине? Знакомые ребята отправили мне фотки ради шутки и сказали, а вдруг тебе надо? Я отреагировала, сказала, конечно, мне эта кукла надо. Я говорю, Галочка, мы ее уже в контейнер выбросили, она в мусоре. Я говорю, а достать можно с мусора? Можно. Достали, привезли. Зачем мне эта кукла? Эта кукла мне нужна за тем, что я надену на нее платье. У нее интересные, классные башмаки. Я сделаю из этой куклы ведьму. И когда будет вальпургивая ночь, и здесь будут толпы туристов, она будет наряжена в ведьму. То есть это не реклама какого-то секс-шопа. Но девочки умудрились ее забыть в окне. У меня к вам вопрос. А как вам вообще спалось? Хорошо. Я не хочу кому-то казаться аррогант, но я в Гославе не могу спокойно пройти, чтобы меня никто не знал и не узнал. У меня есть определенная как бы здесь, ну, люди меня знают. Это уже у тебя. И люди меня знают не с той стороны, чтобы здесь, в центре города, стояла такая ужасная, мульварная кукла в окне. То есть вам спалось хорошо? Да, а нас никто тут не знает. Вас никто не знает. Особенно Наташу вообще тут никто не знает. Это я на экране, а Наташи же нет, мы не знаем, ее никто не знает. А мне все равно. А ты отдувайся как хочешь. Ну забыли, ну что теперь? Такая идея была. Ну кто-то же это изобрел. Да, кто-то еще придумал. Чтоб люди видели, правда? Вы не забывайте о том, что у нас серьезный контент канала. Ну ничего страшного. Люди, новички, которые пришли на канал, они скажут, куда мы попали? Остановите землю, я сойду. Это моя любимая фраза. Моя поездка была очень интересная, но там можно даже уже перейти во вторую часть видео. Я очень хочу продолжать обучаться дальше. Вообще все, кто меня смотрит, есть уникальная возможность. Эта возможность, во-первых, есть и онлайн. То есть, чтобы обучаться, например, у Лилии Норвы, также можно это и онлайн сделать. Но если человек приезжает сюда, кто со мной? Кто со мной? Я... Так, мама моя будет? Отлично. Я хочу Ленорман, я также хочу Таро, биоэнергетику. И вот эта система Матрикс Нор по числам. Ленчик, ты с нами? Я с вами. Я вообще к этому никакого отношения не имею. Это тебе кажется, что ты к этому... Это тебе кажется, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Но даже для тех, кто никакого отношения к этому не имеет, разбираться в той же нумерологии... Это вообще, конечно, интересно. Я посмотрела вчера в запой все три видео. Я их смотрела раз двадцать все три. Мне не надо было абсолютно раз двадцать. Не это самое, потому что у меня немножко поменялись планы. Смотри, это замечательно, что ты мне это говоришь, потому что у меня были шлейфты Гевисен, что я отдыхаю, а вы здесь работаете. Но, тем не менее, вернусь обратно к теме и скажу, что обучаться, обучаться, это просто вот какой-то кайф. Я читаю книгу, скоро опять появится книга Лили Нор, у нее был один экземпляр, я ее как бы аузгельею, понимаешь? Я ее читала вчера просто вот как-то говорят, в захлеб или как? Я бы слово перепутать. Я не могу это описать словами. Ну, я тебе скажу, я вот три видео это посмотрела, она, ее приятно смотреть. Да. Очень приятный человек, которого хочется смотреть. Она не отталкивает. У нее такой голос, он не монотонный, но притягивающий. Я тоже, честно говоря, как-то вот за эти три видео заметила где-то уже на втором, на конце, начале третьего, что я приближаюсь к экрану, да? Я слышу ее, но у меня, вот, я притягиваюсь к экрану телефона, потом вот отодвигаюсь, потом думаю, ну, мне же видно. И когда вот слушаю, слушаю, вот опять наклоняюсь, ну, честно говоря, мне все время хотелось. ты совершенно верно заметила, очень приятный собеседник. Вот именно от души вот приятно, нет, нет какого-то барьера, я не чувствовала какого-то вот барьера, да, и я держу кулаки, я рада, я рада, чтобы мы здесь вот это все быстрее закончили, чтобы у нас произошел переезд, чтобы мы могли человека достойно принять здесь на Вальпургевую ночь, да, это нужно все быстро закончить, вот здесь обустроить с этим переездом, и я, я счастлива, что к нам приедет такой человек в Косло. Конечно, это здорово, я тоже написала, что ладно. У меня девочки вчера все говорят, мы смотрим этот эфир, мы смотрим прогноз. Я очень благодарна за возможность эту, которая у меня есть, и также огромнейшее спасибо девочкам моим, моим подписчикам, которые меня там встретили, Леночка, все девочки, которые, мои подписчики, Бавария, со мной встречались, они все сказали, Лена, молодец, что поддержала галочку, Лена, молодец, да, сейчас хвалить мы прекращаем, мы идем работать, поэтому мы приветствуем новых подписчиков, благодарим постоянных подписчиков, когда выйдет видео из Австрии, строго не судите, я там баловалась, но когда это увидит моя мама, она начнется утром в деревне, я тебя буду спасать, хорошо, посмотрим, там у тебя еще будет больше претензий, у нас очень колоритный здесь контент, не удивляйтесь, мы то на стройке, то в храме, то в магазине, в общем, у нас здесь есть много рубрик, заходите в плейлисты, и всем счастья, а мать моя начинает уже красить стены, а мы спешим и готовимся к вальпургевой ночи, поэтому все нужно скорейшим образом вот здесь заканчивать, начали стройку, ее пора закончить, всем пока! Пока!